Привет, друзья! Сегодня я подобрал топ-10 стратегических игр для ПК, в которые можно погрузиться не на один десяток часов. Если вы готовы окунуться в захватывающий мир тактики и стратегии, тогда лайк, подписка и давайте начнем! DUNA Spice Wars это фантастическая стратегия в реальном времени с элементами глобальной игры. Действие игры происходит в вымышленной вселенной Дюны, которая стала темой многочисленных книг, фильмов, сериалов и игр. Сюжет основан на первой книге, но в значительной степени опирается на фри-то-плей игру, где каждый игрок создает свою собственную историю. Игроки смогут выбрать одну из четырех доступных фракций и привести ее к победе в войне за планету Аракас и ее ресурсы. Игра ловко сочетает в себе классические элементы РТС, а также глобальную планетарную стратегию. Таким образом дается глобальная карта, разделенная на участки, и именно на этих участках ведется война с другими фракциями. У каждой стороны есть свои сильные и слабые стороны, как в плане технологий, так и в плане войск. На глобальной карте рассматриваются крупные вопросы, а также интриги и дипломатия, в то время как на обычной карте происходят кровопролитные сражения. Игроки могут строить различные сооружения, использовать полученные ресурсы для обучения войск и строительства новых транспортных средств. Отрядами можно управлять, а сами сражения масштабны, в них участвуют десятки войск. Все здания, локации и юниты в игре имеют проработанную графику и довольно узнаваемый дизайн. Age of Empires IV Стратегическая игра, действие которой происходит в режиме реального времени. Четвертая часть серии порадует массой обновлений и нововведений, а также позволит нам стать полноценной частью событий за счет реалистичной атмосферы. Возьмитесь за исполнение роли главного героя и смело отправляйтесь защищать свое государство от коварных оппонентов. Помимо сражений с противниками, ты будешь исследовать многочисленные локации, добывая ценные ресурсы, заполняя арсенал мощным оружием, а также стараться развивать свое государство, постепенно приведя его к процветанию. Бери под контроль мощную армию и становись на пути сопротивления, чтобы ни один, даже самый коварный враг не сумел воплотить свои планы в жизнь. Подключи отвагу, хитрость и навыки стратегического планирования, ведь во многих моментах соперника можно победить не только силой, но и смекалкой. Что касается графики, то она также была улучшена и стала еще более атмосферной. Humankind Humankind Это стратегическая игра, основанная на построении цивилизации в богатом и разнообразном историческом мире. Вы играете за лидера цивилизации, которому поручено провести свой народ через века от древней до современной эпохи. Ваша цель – сформировать мир и оставить свой след в истории с помощью выбора и действий, которые вы предпринимите. Геймплей Humankind состоит из исследования новых технологий, строительства, модернизации сооружений, дипломатии, торговли, а также ведения армии в бой. Каждая цивилизация имеет свои сильные и слабые стороны, что позволяет принимать различные стили прохождения и стратегические решения. Виртуальный мир разделен на различные эпохи, каждая из которых предлагает вызовы и возможности для развития. От древних городов Месопотамии до колониальных столиц Нового Света, каждая локация богата историей и характером. Одной из ключевых особенностей является система персонажей, где игроки могут набирать и руководить целым отрядом персонажей с различными характеристиками, навыками и способностями. Этих героев можно отправлять на задание, использовать в качестве советников или вести с ними свою армию в бой. Возможности в игре просто безграничны. Knights of Honor 2 Sovereign Стратегический игровой проект, разработанный в режиме реального времени, где мы отправляемся на просторы средневекового мира. Игроков ожидает эпические схватки, оригинальный и незаурядный сюжет, масса интересных задач и преград, которые будут постоянно возникать на вашем пути. Перед тобой стоит цель добиться мирового господства, но для этого предстоит пройти массу преград и завоевать тысячи земель. Важно проявлять навыки стратегического планирования, подключив не только силу, но и хитрость, дабы не оставить оппонента и шансы на победу. Для достижения поставленной цели игра предлагает массу возможностей и вариантов развития событий, а поэтому каждое новое прохождение будет уникальным. Графика порадует стилистикой, присущей средневековому миру и позволит каждому с головой окунуться в это незабываемое приключение. Mount Blade 2 Bannerlord – это симулятор средневекового рыцаря с элементами ролевой игры, стратегии в реальном времени и игры песочницы. Место действия – вымышленный средневековый мир Калладий. Эта игра является продолжением первой одноименной игры с улучшенной графикой, боевой системой, анимацией, переработанной ролевой системой, более яркими городами, реалистичной экономикой, расширенной дипломатией, новыми осадами замков и многими другими новыми возможностями. В игре нет всеобъемлющей сюжетной линии, только отдельные миссии и небольшая кампания, которая поможет вам освоить основные игровые возможности. Более того, геймер переносится в бесконечный открытый мир, где материком правят несколько королевств со своими обычаями и культурой, а игрок в свою очередь может выбрать одну из сторон или стать свободным рыцарем, а затем создать свою собственную уникальную нацию. Игра также позволит игрокам сражаться в одиночку или нанять армию, способную разрушать целые замки. Также в игре есть торговля, система снаряжения, диалоги, создание предприятий, сотни квестов и многое-многое другое. The Last Heaven. Игровой проект, разработанный в жанре выживания, где ты отправишься в разрушенный, последствиями апокалипсиса мир и постараешься сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь. Ты возьмешься за исполнение роли главного героя, которому предстоит руководить целым поселением, контролируя каждый аспект деятельности. Условия разрушенного мира после ядерной войны не самые лучшие, поэтому тебе следует подключить смекалку, чтобы разобрать достаточное количество пропитания, полезных предметов и ценных ресурсов. Самое важное, о чем тебе необходимо позаботиться, это безопасность жителей своего поселения, так как врагов более чем достаточно, и все они хотят вам немного навредить. Отправляйся на исследования окружающих локаций, изучая все новые технологии, а также не стоит забывать о боевом арсенале, в котором всегда должно быть находиться мощное оружие и припасы. От твоих действий и принятых решений будет зависеть развитие событий, поэтому старайся не допускать ошибок, которые приведут к непредсказуемым последствиям. The Valiant. Игра, разработанная в жанре тактической стратегии, которая отправляет нас на просторы мира прошлого, а именно в 13 век. Ты исполнишь роль отважного рыцаря, который после определенных событий решает вновь вернуться в любимое дело и вступить в борьбу со сторонниками зла. Ты отправишься на поиски ценного артефакта, владелец которого автоматически получит немыслимую силу. Своим главным противником станет бывший соратник с его могущественной армией, поэтому нужно как следует подготовиться к сражению. По мере исследования изучай локации, выполняй различные задания и собирай собственную армию, которая будет способна противостоять армии оппонента. Порадует сюжетная линия, обогащенная неожиданными поворотными событиями и сюрпризами, которая точно не даст нам поскучать ни минуты. Визуальное исполнение отлично проработано, наделено приятной анимацией и интересной рисовкой средневекового мира. Old World. Это пошаговая стратегическая игра, действие которой разворачивается в историческом сеттинге, а основные события происходят в классическую эпоху. Вы должны возглавить одну из многочисленных семей с солидной историей, чтобы превратить свой клан в величайшую династию и основать собственную империю. В качестве правителя вам придется принимать сложные решения и заботиться о благополучии всех членов вашей семьи. Каждый ход в игре это один год в игре, в течение которого происходит множество различных событий. Будущее вашей семьи полностью зависит от решений, которые вы принимаете. Вы можете вести мирный путь развития, увеличивать свое имущество и развивать экономическую составляющую своего будущего государства. У вас также есть возможность стать могущественным и хитрым императором, проводящим политику завоеваний, и именно поэтому ваше имя будет преследовать соседей еще многие века. Попробуйте осуществить амбициозные планы, достичь желаемых высот и построить государство с собственной политикой и экономикой. Company of Heroes 3. Не новая часть популярной тактической стратегии с примесью экшена. Событие, которое отправляет нас во времена Второй мировой войны. Мы будем принимать участие в боях на Средиземноморских фронтах, которые являются непредсказуемыми, сложными и смертоносными. Враг будет лишь наращивать свою силу, а поэтому важно постоянно совершенствовать боевые навыки и опыт, чтобы в конечном итоге одержать победу. Исполни важную и ответственную роль генерала, на которого возлагается ответственность за целую армию, а это значит, что каждое принятое решение и совершенное действие будет иметь определенные последствия. В игре важно проучить смекалку, хитрость и навыки тактического планирования. Отдельно стоит отметить большой выбор оружия, которое нужно научиться правильно применять на поле боя, чтобы прийти к успеху. Графика проработана отлично, обладает реалистичной атмосферой и успешно дополняющими ее звуковыми эффектами. Paris Frontier – это игра, разработанная в жанре градостроительной стратегии с элементами песочницы, где все действия будут происходить в реальном времени. Мы отправимся на просторы Средневековья, где создадим безопасное и комфортное жилое поселение. План будет включать в себя строительство сильной крепости, которая станет основой для отражения атак противника. Знакомство с районом, начало работы, строительство новых домов и инфраструктуры, а также контроль над экономикой – это все, чем нам предстоит заниматься в этой игре. Важно прислушиваться к пожеланиям жителей, ведь если им будет комфортно, ваше население будет расти быстро. Особенностью игры является то, что с каждым новым стартом мир и его обитатели будут создаваться совершенно случайным образом, что делает прохождение еще более интересным и непредсказуемым. Игровая механика представляет широкий спектр действий, которые вы можете использовать для успешного достижения своих целей. Визуальные эффекты хорошо продуманы и позволяют в полной мере ощутить роль менеджера. Вот и подошел к концу мой топ-10 стратегических игр для ПК, которые помогут вам весело провести время. Надеюсь, что мои рекомендации пригодятся вам, и вы найдете среди них игру по своему вкусу. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и интересные тематические подборки. До новых встреч и всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok